МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом альтернативном новости журналисты телеканала АТВ готовы рассказать о главных событиях республики. Сегодня в студии я, Наталья Домбаева. Здравствуйте. И вот основная тема выпуска. Кадровые потери. Министр экономики Бурятии покинула свой пост. Льет, как из ведра. Дождь с потолка квартир обеспечила Улан-Удэнсом управляющая компания. Деньги вперед. Как агентство недвижимости наживаются на доверчивых горожанах. И начнем наш выпуск сенсационной новости. Татьяна Думнова покинула пост министра экономики Бурятии. Уже бывший чиновник написала заявление об увольнении по собственному желанию, пишет Байкал Медиа Консалтинг, ссылаясь на источник в министерстве. Сама Татьяна Думнова отказалась от каких-либо комментариев. Удобно разговаривать? Нет, неудобно. У меня свеча не идет. А когда можно перезвонить? А какой у вас интересный вопрос? Ну вот буквально узнали о вашей отставке, хотели бы узнать, правда это или нет. Я не даю комментарии. Извините. Напомню, отставка Думнова из поста министра экономики Бурятии давно муссировалась в СМИ. В кресле чиновника заслуженный экономист республики просидела почти 9 лет. Еще одна громкая новость из коридоров власти, но уже муниципальной. На председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ завели уголовное дело. Анастасию Кузовлеву и ее заместителя подозревают в превышении должностных полномочий. В период с марта 2014 по октябрь 2015 года председатель комитета по управлению имуществом и землепользованием, а также ее заместитель вынесли больше 200 решений о безвозмездном предоставлении земельных участков на территории города Луна-Удэ возле микрорайона Забайкальский членом одного из вновь созданных садовых товариществ. Однако данные решения принимались в нарушении действовавшего законодательства. Наградских чиновников пожаловались в прокуратуру Октябрьского района. Оттуда материалы и поступили в следственный отдел. В настоящее время по данному факту проводится следствие. Задолжал ходи пешком. Министерство юстиции России предлагает отказывать должникам в регистрации автомобилей и получении водительского удостоверения. Пока это лишь инициатива, однако буквально через пару дней вступает в силу закон, который позволит отбирать права у тех должников, которые их уже получили. Подробности далее. С 15 января вступает в силу закон, который позволит судебным приставам временно лишать автомобилистов прав за долги. Причем за долги всевозможных категорий, начиная от невыплаты алиментов или компенсации морального вреда до штрафов за нарушение ПДД. Однако механизм действия закона остается весьма размытым, в частности для представителей госавтоинспекции. На сегодняшний день инструкции по применению данного закона в госавтоинспекцию не попадало в республике Бурятия. После вступления в законную силу данные нарушители будут наказываться в соответствии с федеральным законом. Наказывать нарушителей будут судебные приставы. В том случае, если водитель имеет долг 10 тысяч рублей или выше, ему будет вынесено постановление о временном запрете на использование транспорта до момента полной оплаты долга. Если же водитель продолжает спокойно раскатывать по дорогам, то будет заведено новое административное дело. Однако, законом предусмотрены категории граждан, наказывать которых не будут. Данное право не может быть применено в отношении должников, если им предоставлена отсрочка либо рассрочка исполнения судебного решения, если задолженность по исполнительным производствам менее 10 тысяч рублей. Также, если данное транспортное средство является единственным источником существования для него и членов у семьи, либо должник пользуется данным транспортным средством в связи с тем, что он является самым инвалидом, либо имеет наождевение ребенка инвалида, либо члены семьи, которые находятся у него наождевении, являются инвалидами первой либо второй группы. Для сотрудников ГИБДД, не платежщик, не попадающий в категории исключения, все равно, что водитель, лишенный прав. Таких должников по республике насчитывается порядка 14 тысяч. Напомним, последней мерой, принятой для борьбы с долгами, был запрет выезда за границу. После введения этой санкции в Бурятии собрали долгов на сумму 210 миллионов рублей. В целом по стране свыше 12 миллиардов. Светлана Шикунова, Дмитрий Благодарь, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная. Новогодний подвиг. В ночь с 31 декабря на 1 января 8-летняя девочка вытащила из огня братика и сестренку. Героический поступок сохранил детям жизнь. О других происшествиях смотрите далее. Служила и убила сотрудница отделения полиции по Иранинскому району насмерть сбила пешехода. Смертельное ДТП произошло вчера вечером в селе Сосново-Озерское по улице Василенко. Женщина управляла автомобилем Тойота Клюгер. От полученных травм 60-летний мужчина скончался еще до приезда скорой. Как сообщает МВД по Бурятии, сотрудница внутренних органов была трезва. В настоящее время проходит служебная проверка. Большому празднику большой вес. За 10 дней нового года было изъято более 200 килограммов марихуаны. Так, в Тарбогатайском районе был задержан 20-летний Улан Уденец. Парень решил провести два мешка с травой общим весом 6,5 килограммов в багажнике собственного автомобиля. По словам задержанного ранее судимого, наркотики были предназначены для собственного употребления. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Малолетние преступники в Джидинском районе в селе Петропавловка двое парней 14 и 16 лет обокрали дом. Злоумышленники во время отсутствия хозяйки похитили бытовую технику и продукты. В помещение они проникли, взломав замок. Однако по горячим следам их тут же задержали. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Накануне Нового года все запасались подарками, а жителям дома по улице Гагарина изношенные сети подарили потоп. 30 декабря жильцы дома номер 53 забыли о предпраздничной суете из-за ЧП. На крыше прорвало трубу и поток воды хлынул в квартиры. О том, какой ковчег спасет утопающих, смотрите в следующем сюжете. Квартира этой молодой пары пострадала сильнее всего. Два года назад здесь сделали дорогостоящий ремонт. Под Новый год нарядили елку, украсили стены. А в канун праздника все это плавало по квартире. Я была на работе, ко мне пришли соседи, сказали, что у нас топит наша квартира. Все, пришли сюда, в квартиру. Здесь полный ужас. В общем, воды по щиколотку, все потолки лопнули. Ну, соответственно, вся мебель, все повреждено. Весь ремонт на сморку. По словам жильцов, это не первое подобное происшествие. Квартиры на пятом этаже топят уже регулярно. Управляющая компания латает прогнившие трубы, но заменить их никто не торопится. Где-то вот через года три, вот квартиру на пятом этаже, каждую квартиру топило. Мы ремонт делали сами, все. И с одружества обращались, но трубы, они придут, одну трубу заменят. Через некоторое время лопается другая труба. Так на верхнем этаже подъезда уже не осталось квартир, который не затронул потоп. В этот раз вода залила целых три этажа. Причина все та же – изношенные сети. Дому, построенному еще в 50-х, капитальный ремонт просто необходим. Все об этом говорят, что необходимо проводить ремонт. Для того, чтобы проводить ремонт, нужны финансы. Финансы, значит, должны платить собственники жилья. Кто платит, кто не платит, это тоже влияет на это. А вообще, общие домовые нужды необходимо ремонтировать. Очень часто дома, как правило, по 30-20 с лишним лет не проводился капитальный ремонт. Капитальный ремонт здесь, конечно, будет. Дом стоит в очереди в республиканской программе. Но случится это не раньше, чем через полтора десятка лет. Примерно к 2028 году. И управляющая компания не дает никаких гарантий, что потопы не случатся вновь. Участки, которые вышли из строя, мы их и летом готовили, сделали. Поэтому это в любое время может произойти, потому что действительно износы сетей уже достаточно велики. И нужно делать капитальный ремонт. 53-я квартира, прежде чем восстанавливать, надо ее просушить хорошо, посмотреть. И мы не отказываемся, мы будем восстанавливать. По предварительным оценкам, только работы по восстановлению этой квартиры будут стоить около 150 тысяч рублей. Жильцы квартиры номер 53 надеются полностью взыскать сумму ущерба. А пока им остается только ждать, дышать сырым воздухом и приклеивать потолки скотчем. Галина Соболева, Александр Хомоганов, Александр Иванчиков. Первая альтернативная. И в продолжение темы сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Республиканской службы строительного и жилищного надзора Ирина Ахандаева. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. Ирина, ну скажите, вот буквально перед Новым годом произошла коммунальная авария на Гагарина, там произошло затопление. Скажите, что вообще, как вести себя жильцам в таких случаях, куда обращаться? Ну, прежде всего, если произошло затопление вашего жилого помещения, необходимо обращаться в управляющую организацию, которая обслуживает ваш дом. Управляющая организация обязана прийти составить акт о факте затопления. В этом акте должно быть указано дата составления акта, место составления акта, значит, должны быть указаны лица, которые составили этот акт, и причины затопления. Также должна быть составлена дефектная ведомость о причиненном ущербе в результате затопления. Но если дефектная ведомость не составлена, то можно обратиться в специализированную экспертную организацию. Эта экспертная организация, во-первых, составит такую дефектную ведомость, во-вторых, она оценит сумму причиненного ущерба. А вот как выяснить, кто виноват? Это кто выясняет? Вообще, причины затопления указываются в данном акте. И причины затопления могут быть разные. То есть виновник затопления может быть как ваш сосед, так и управляющая организация, которая обслуживает сети вашего дома. Также вы тоже можете явиться сами виновником затопления. Все действия, которые необходимо произвести в результате затопления по вине соседа, управляющей организации, либо вашей, у нас указаны на сайте. Можно зайти и посмотреть, что необходимо сделать в результате затопления. Вот в данном случае, как я понимаю, виновата управляющая компания Магагарина, да? В данном случае, в любом случае, вина устанавливается в экспертной организации специализированной. Я, насколько понимаю, в данном доме верхний розлив горячего водоснабжения. Трубы в ветхом состоянии находятся. Тут необходимо уже посмотреть, во-первых, какие виды работ должна управляющая организация делать согласно договору управления. И делала ли она эти виды работ. Во-вторых, значит, управляющая организация должна, обязана просто два раза в год составлять акты весеннего и осеннего осмотра. Эти акты должны доводиться до собственников. И уже в зависимости от этих актов должен составляться порядок проведения работ в данном доме. Я не знаю, вот управляющая организация составляла ли такой акт, доводила ли до собственников информацию о том, что сети находятся в ветхом состоянии, необходимо решать вопрос о том, что сети надо проводить капитальный ремонт. Верхний розлив, если будет проведение капитального ремонта, но люди хотят поменять вид розлива с верхнего на нижний, то это уже реконструкция сетей. И это не попадает именно по программу капитального ремонта. В рамках капитального ремонта сети просто меняются. А если мы меняем систему, то это реконструкция. То есть мы должны здесь, получается, уже с жителем на общем собрании принять решение о том, что мы будем вообще реконструкцию проводить, а не только капитальный ремонт. Значит, обратиться в орган местного самоуправления о том, чтобы создали специальную комиссию, перенесли сроки проведения капитального ремонта инженерных систем, конкретно по системе горячего водоснабжения, на более ранний срок. То есть вот как раз этот вопрос был, то есть возможно, да, перенести срок? Вот конкретно в этом доме, как я понимаю, капитальный ремонт запланирован только в 2028 году. Но это вот полтора десятка лет. Да, возможно. Сейчас у нас внесено изменение в законодательство. То есть тут уже жители обращаются в орган местного самоуправления, специально создается комиссия, которая проводит осмотр общего имущества, составляет акт о том, что необходимо все-таки перенести программу, эти сроки проведения капитального ремонта на более ранний срок. Также, значит, можно управляющей организации обратиться с просьбой, чтобы они составили примерную смету изменения системы, значит, горячего водоснабжения, и решить вопрос о дополнительном финансировании, то есть о дополнительном сборе средств на проведение именно реконструкции сетей, не просто капитального ремонта, а именно реконструкции сетей. И, значит, вот эти все протоколы предоставить уже в фонд капитального ремонта, фонд капитального ремонта будет выставлять уже платежные документы с учетом пожеланий жителей. То есть, допустим, не 7,70, да, или не 6,45, а, допустим, 25 рублей, в зависимости от того, сколько необходимо средств на реконструкции. Но если мы передвигаем сроки капитального ремонта, сбор денежных средств должен составлять не менее 70%. Если жители менее 70% платят, никто не передвинет сроки. То есть это все тоже упирается именно в волю самих жителей. Ясно. Спасибо большое, Ирина. Я напоминаю, у нас в гостях была Ирина Ахандаева, заместитель и руководитель Республиканской службы строительного и жилищного надзора. Агентство недвижимости в центр «Рассвет» именно туда обратилась Светлана. Однако обещания оператора непременно подобрать жилье начали рассыпаться уже после первого звонка арендатора. В одном варианте нам сказали, что с ребенком, с маленьким нельзя почему-то, то есть не объяснив почему. А в другом варианте нам сказали, что сначала подняла трубку женщина, сказала невнятным голосом, сбросила трубку. Когда я перезвонила по этому номеру, взял какой-то мужчина с непонятным акцентом, то ли пьяный, сказала, ничего мы не сдаем. Что меня навело, соответственно, сомнение. Светлана решила отказаться от услуг и написала заявление о возврате денег. До недавнего времени все просьбы и звонки разбивались о глухую стену безразличия. А после Нового года контора вообще сменила название и юридическое лицо. Теперь они информационно-жилищный центр «Алькор». Вместе со Светланой мы отправились на встречу с управляющим агентством, чтобы добиться разъяснений. Вы, Алена, да? Да. Вот я по договору пришла. Денежку, знаете, культура. А зачем журналистов, я вам так позвать? Без всяких журналистов хотела бы. Ну вот хотела бы, чтобы другие люди так больше не напоролись на вас, как я. Ну тогда я вам возврат делать не буду, извините, обращайтесь в суд. Нет, идите сюда, в чем дело-то, Алена? Ну вы же что, разве так делать? А посмотрите, сколько раз, да, Алена, я приходила по-хорошему, просила. Вы мне сегодня говорите, что оказывается, я заселилась даже уже. По документам Светлану и ее семью заселили еще в конце декабря. Начальник отдела же не стала отрицать того, что видела заявление. Но обошлось лишь разговором с сотрудниками по поводу недобросовестного обслуживания клиентов. Со своими сотрудниками я этот вопрос лишила, вроде бы как инцидент исчерпался. В дальнейшем мои сотрудники мне сказали, что когда я уточнила по поводу данной клиентки, мои сотрудники сказали, что она заселена от 23 декабря 2012 года. И когда сегодня мне поступил звонок, я этому очень, конечно, удивилась. Они говорят, причем мне это оператор, когда подыскивала варианты. Я говорю, ну вот у вас здесь на сайте на авито размещены вот такие-то варианты. Это все липа. Мы, говорит, сейчас все обманывают кругом, и мы тоже, мол, обманываем. Мы не обманываем никого, вы можете сами посмотреть, да? Почему не обманываем? Вот папка заселенная, можете посмотреть, сколько людей у нас заселяется. Пожалуйста, ваши 2000 рублей, приношу вам свои извинения. С сотрудниками не решили. С сотрудниками вопрос решили, но не заинтересно, что получается. Однако, стоит ли верить тем, кто вносит в базу данных недостоверную информацию о числе заселенных? И уж тем более тем, кто через полгода существования меняет название и юридическое лицо. Ведь, по словам Светланы, начальники все те же. Закон о защите прав потребителей в 9 из 10 случаев встает на защиту жертв таких агентств. Почему? Потому что всегда можно сослаться на некачественные услуги. А некачественная услуга, согласно закону о защите прав потребителей, качественность услуги доказывает продавец. То есть, бремя доказывания, оно ложится на продавца. Это он должен доказать, что мы все сделали правильно, что эта квартира была, что она на момент, когда он обратился, была не занятая, допустим, что условия соответствовали. То есть, вы представляете, какой пласт документов надо предоставить. И, конечно, их нет, скорее всего. Светлана Шакунова, Вячеслав Батуев, Первая альтернативная. И коротко о других новостях. Улан-Удэ может получить звание лучшего в России. Сталица Бурятия участвует в конкурсе «Город России. Национальный выбор». Пока самый солнечный город занимает 65-ю строчку в рейтинге. Недалеко ушла и Читам, отрыв всего в 7 голосов. А вот Иркутск оказался на 17-й позиции. Проголосовать за свой любимый город можно на сайте городроссии.рф. Напомню, в прошлогоднем конкурсе Улан-Удэ занял 50-ю позицию, набрав почти 6 тысяч голосов. Иркутянин продавал камни из Голливуда. Цена за частичку звездного места составила 5 тысяч рублей. Предложение наделало много шума. Потенциальные покупатели просили хозяина реликвий доказать их подлинность. И хотя камни оказались настоящими, продать их так и не удалось. Молодой человек заявляет, что его объявление было шуточным доказательством того, что чего только не найдешь на Авито. У уборщицы «Газпрома» украли сумочку за 300 тысяч рублей. Случилось это на парковке бизнес-центра в Новом Москве. Когда женщина вошла в здание, грабители взломали дверь ее внедорожника. Им удалось похитить сумку от «Диор» с инкрустацией крокодиловой кожи, банковские карты и документы. Бурятское кино захватило Россию. Знаменитая в нашем крае криминальная драма «Решала-2» стала знаменита по всей стране и вошла в топ-10 самых прибыльных российских кинокартин ушедшего года. Кассовые сборы киноленты составили 430 тысяч долларов, что в разы больше затраченного бюджета. Многие фильмы, снятые с бюджетом больше миллиона долларов, проиграли кино, снятому за 140 тысяч. Сейчас фильм доступен в открытом доступе в сети интернет. На этом я завершаю свой выпуск. Далее смотрите спортивную передачу «Танец Орла». С вами была Наталья Домбаева. Всего доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова